Здравствуйте, дамы и господа, с вами Иван Яковин, и начинаем нашу еженедельную передачу о самых главных и интересных событиях, произошедших в мире, а также тенденциях. Сегодня хочу начать с того, что нам, как говорится, британские ученые наговорили. Итак, на этой неделе они объявили о настоящем, можно сказать, прорыве, по сути дела, разработали метод лечения СПИДа. Точнее сказать, они придумали, как полностью очистить организм носителя от вируса иммунодефицита. Для этого они использовали два, комбинацию из двух методов. Антиретеравирусные препараты подавляли способность, собственно, вируса к размножению и к распространению специально натренированные, если так можно сказать, генно-модифицированные бактерии с помощью метода CRISP, это метод генной инженерии, просто вырезают из человеческого генома, из ДНК человека или другого носителя, собственно, вирус иммунодефицита и как бы его, типа, сжирают, выкидывают, по крайней мере. Он перестает действовать. Пока эта терапия, этот метод, точнее, опробован только на мышах, но там результаты действительно классные, потому что мышей, из генома мышей удалось полностью вычистить этот вирус. Таким образом, в принципе, ничего не мешает его же, этот же метод использовать и на людях, соответственно, и у тех людей, которые, к сожалению, когда-то где-то подцепили этот вирус иммунодефицита. Видимо, лет через 10-15 уже появится такая абсолютно нормальная терапия, которая сможет их полностью очистить от этого вируса и сделать ВИЧ негативными. Я считаю, что это огромное достижение, потому что те люди, которые постарше, наверное, помнят, что там 80-е, даже в 90-е годы, если человеку ставили диагноз ВИЧ, то это, в общем, означало смертный приговор в ближайшие пару лет, и это было вот типа как рак. Да, но с раком у нас пока как бы особых великих достижений нет, хотя есть там, конечно, тоже свои прорывы, но вот с ВИЧ получилось победить, по сути дела. В общем, ждем окончания этой работы британской. Я думаю, что все у них там будет хорошо, потому что, в общем, никаких принципиальных проблем с имплементацией этого метода на людях, в общем, нет. Может, конечно, всегда есть риск, что-то выскочит такое совершенно неожиданное, но вряд ли в этом случае, потому что там все достаточно просто и понятно, как сделать лекарство. Единственная проблема, этот метод CRISPR, вообще генная терапия, она всегда очень дорогая, очень дорогая, поэтому для каждого человека, желающего вылечиться, это, наверное, речь будет там идти о сотнях тысяч долларов, если государство не будет на себя брать расходы, это будет действительно дорого, но зато действенно. То есть, вот, хочешь быть здоровым, как говорится, плати. Но, что еще тут важно? Я думаю, знаете, вот в последнее время все больше и больше новостей приходит про использование этого метода генной модификации, то есть, когда вот специальные бактерии, по сути дела, меняют гены человека или какого-то другого организма с помощью этого метода CRISPR. То есть, там все больше и больше болезней просто обезвреживаются с помощью этого метода. Я думаю, лет через 30, может быть, 50 вообще люди просто все болезни победят, потому что, знаете, наше знание об этом методе растут просто как снежный ком. Сейчас огромное количество лабораторий по всему миру занимается исследованиями соответствующими. Я думаю, что очень-очень будет, в ближайшие десятилетия мы победим вообще, как я имею в виду, мы, не я лично, конечно, человечество победит все абсолютно болезни, известные нам на данный момент. Ну, такие, знаете, там вирусные, бактериальные и так далее, может быть, даже врожденные там какие-то генетические болезни тоже будут побеждены. Я считаю, что это очень здорово, люди будут жить по несколько веков. Но, опять же, не все люди, а только те люди, у которых есть много-много денег, потому что, да, методы эти очень-очень дорогие. По сути дела, для каждого, это нельзя изготовить таблетку, которая будет на всех действовать. Нет, там так не работает. Для каждого человека нужно изготавливать его собственный метод лечения, свои собственные вот эти бактерии, потому что у каждого человека, естественно, разные гены. Они хоть и похожи, но все равно отличаются. То есть ДНК у всех, ну, как бы, если бы у всех было одинаковым, мы бы выглядели все как близнецы, а, как известно, это не так. Поэтому, да, с этим есть некоторые сложности. Но, в принципе, я думаю, что сейчас наука так шагает, что, знаете, может и до бессмертия додумаются лет так через 50, а может через 100. Ну, не знаю, как получится. То есть, в общем, тут, конечно, все выглядит очень радужно, и я, надо сказать, очень доволен. Потому что, может быть, даже я еще зацеплю этот кусочек на себе. Хотелось бы пожить, конечно, без всяких болезней вообще. Дальше поехали о болезнях, скажем так, психологического или даже психического измерения. В России происходит совершенно необычная, очень интересная история. А, кстати, я же вам должен сказать номер Вайбера в прямом эфире, по которому вы можете, если у вас будут какие-то пожелания, мне присылать какие-то реплики или вопросы даже. 067-670-2057. Вот, если у вас есть желание, присылайте, без проблем постараюсь ответить. Итак, необычная история в Сибири. Там объявился человек, который на самом, на полном серьезе, если ему верить, собирается свергнуть Владимира Путина с поста президента России и вообще сломать его режим. Этого человека зовут Александр Габышев. Его друзья и знакомые называют Саня, так по-дружески. Он никакой не оппозиционер, не политик даже, не олигарх, не иностранный журналист или какой-нибудь агент и даже не украинский диверсант. Он обычный якутский шаман. Этот человек заявляет, что Путин на самом деле является не человеком даже, а довольно злобным и довольно сильным демоном. Поэтому его надо отправить туда, откуда он появился, собственно, в ад. Ну, такие у них представления в Якутии о демонах. Для этого, чтобы отправить Путина в ад, по мнению господина Габышева, необходимо провести специальный обряд изгнания этого демона. Обряд надо провести поближе к Путину, то есть в Москве. После чего Путин с воплем отчаяния и ужаса, видимо, цепляясь за предметы мебели, отправится туда, откуда он появился в 1999 году, когда неизвестные силы призвали его из ада на землю, когда он, собственно, и стал сначала премьер-министром, а потом президентом России. Тут есть, правда, небольшая загвоздка. Если вы занимаетесь демонологией, шаман не может прилететь просто в Москву на самолете, постучать в бубен, пройтись кругом и все дело в шляпе. Нет, там все гораздо сложнее. Для этого ему нужно впитать в себя силу природы и получить поддержку от людей, потому что иначе, как говорится, фокус не получится. Поэтому Габышев уже 4 месяца пешком идет из Якутии в Москву, а это тысячи и тысячи километров, я думаю, может, тысяч семь-восемь километров. Идет он вдоль сибирских трасс, эти трассы автомобильные, конечно, ужасного качества, я ему не завидую. И в пути он записывает для Ютуба ролики проповеди, можно сказать, в которых рассказывает о своих взглядах. Взгляды довольно интересные, кому интересно, я думаю, вы без труда найдете Александра Габышева в Ютубе. В общей сложности эти ролики посмотрели уже почти 2 миллиона раз. Так, самое, как мне показалось, интересное отношение к Шаману и к его миссии со стороны простых людей, ну, собственно, россиян, которых встречают по дороге, очень положительное. Практически все вот эти люди встречные им поддерживают идею изгнания Владимира Путина в преисподнюю. Они даже стараются помочь Габышеву едой, деньгами, на ночлег его устраивают и так далее. Вообще встречают его очень радушно, и в интернете некий тюменский блогер известный уже начал сбор пожертвований на избавление мира от Владимира Путина силами вышеописанного Шамана. Сам этот, кстати, Габышев описывает происходящее следующим образом, дальше будет его цитата. Я выходил из Якутска в марте с тремя тысячами рублей в кармане, ну, это примерно полторы тысячи гривен. У нас была еще зима, 40 градусов, минус 40, естественно. Спал в зимней юрте, народ сразу начал помогать, поддерживать, поэтому и прошел уже так далеко. Сначала от денег отказывался, но люди обижались, стал брать. Теперь вот в гостиницах останавливаюсь на эти деньги, когда по дороге попадаются. Если народ помогает, значит, надо идти дальше. Я абсолютно тут солидарен с Шаманом Габышевым, считаю, что действительно надо идти дальше и продолжать взятые на себя обязательства. Надо сказать, что он не производит впечатление на человека, если вы посмотрите его ролики в ютубе, он не производит впечатление на человека, у которого съехала крыша. Вовсе нет. Я бы даже сказал, отнюдь, извините за такое хитрое слово. Судя по всему, человеку неплохой, добрый, полный эмпатии. Он не находится в бреду, ну, судя по тому, что я видел, по крайней мере, может быть, у вас сложится другое впечатление, посмотрите сами. Мании, бреда у него нет. Похоже, он, будучи шаманом по профессии, я, кстати, не знаю, есть ли такая официальная профессия, наверное, да. Потому что священник же есть, наверное, должен быть и шаман. Он просто хочет сделать свою шаманскую работу, хорошо сделать, правильно. И причем совершенно точно понимают, как, будучи человеком квалифицированным, специалистом, да, как это сделать, что для этого нужно. Тут надо сразу оговориться, конечно. С полной серьезностью относиться к подобного рода деятельности очень трудно мне. Я человек неверующий. Но и вообще в нашем обществе шаманы и то, что они делают, шаманские всякие штуки, они, в общем, у большинства людей вызывают сомнения и, по-моему, достаточно заслуженные сомнения. Впрочем, с другой стороны, если разобраться, никто же не считает сумасшедшими тех людей, которые верят, что две тысячи лет захолустной римской провинции Иудеи появился на свет человек, богочеловек, который, погибнув, отправился в ад, все там сломал, потом воскрес и тем самым взял на себя грехи всего человечества и всех нас спас. То есть, в общем, звучит для человека, который никогда не знаком был с христианством, что это звучит довольно бредово. Но на самом деле, это вот христиане в это верят и считается, что это все окей, ничего такого странного в этом нет. То есть, люди в это верят, хотя, по-моему, звучит это даже покруче, чем всякие шаманские дела с изгнанием демонов. Итак, самое главное тут что, с моей точки зрения. Путин, как много раз разными людьми отмечал, включая Ангелу Меркель, живет в альтернативной реальности. В его этой реальности даже такой страны, как Украина, не существует. Он об этом тоже говорил, например, Дональду Трампу. Там нет честной оппозиции бескорыстной, там все оппозиционеры работают на деньги Запада. Зато есть там вот в путинском мире всякая метафизика. Он верит реально, абсолютно реально. Верит в потусторонние силы, в чертей, в проклятие, в мощи молитвы, в заговоры, в обереги, в старцев и в жертвоприношения. Он, например, не называет своего главного оппонента Алексея Навального по имени. Никогда боится передать ему таким образом часть своей магической силы. Подчиненные Путина заживо сжигают верблюдов. Точнее, не они именно сжигают, там другие шаманы, бурятские, не якутские, бурятские сожгли заживо верблюдов. Но министр обороны России Сергей Шойгу, то есть прямое подчинение Путина, не дал наказать этих шаманов заживо сжигающих зверей. То есть этих самых верблюдов, да. Сам Путин ездит постоянно, ездил, сейчас уже отказался от этой практики, но тем не менее, часто ездил на Афон в монастырь. Молился там всяким, я не знаю, иконам, наверное, чему там молится. Паститься он ездит на Валаам, постоянно ходит к старцам. У него особенно важен для него старец Ильи, это личный духовник патриарха Кирилла. Более того, Путин строит сейчас огроменный, за несколько миллиардов долларов православный Ватикан. Ну, собирается, по крайней мере, на это уже выделяются деньги. В Сергиевом Посаде, это город Подмосковье, там есть Сергиево-Посадская Лавра. И помимо вот этого огромного Ватикана за несколько миллиардов долларов, там собирается Путин, вернее, патриарх Кирилл недавно сказал, что русская православная церковь вводит в эксплуатацию каждый день по две церкви по всей России. Я думаю, что таким образом Путин, вот с помощью всех этих гигантских строек, Путин собирается, просто пытается заглушить голоса всех тех людей, которых он убил, либо лично, либо опосредованно за годы своего правления. Потому что людей он реально много убил. Начиная там от взорванных домов в Москве и Волгодонске, там через подводную лодку Курск, плюс огромное количество людей погибло в Сирии, на Донбассе, в других регионах мира, где участвуют в войнах российские войска, в Грузии тоже, да. То есть, ну, там, чтобы все эти грехи себя снять, вот, видимо, Путин так и пытается заглушить вот это все. Он, знаете, не боится санкций, не боится обнищания народа, он не боится даже, там, какого-нибудь распада России, ему это все неинтересно. А вот боится он действительно мести потусторонних сил, каких-нибудь шаманов тем же самым. Поэтому я считаю, абсолютно серьезно говорю сейчас, у шамана Габышева есть все шансы добиться как минимум серьезного отклика со стороны Кремля. Он будет бить сейчас в ту точку, которую никогда не ударят никакие серьезные оппозиционеры, ни иностранные какие-нибудь лидеры, да. Эта точка, в силу своей абсурдности кажущейся, да, является наименее защищенной, потому что Путин не может арестовать шамана за намерение изгнать демона. Нет такого статьи в Уголовном кодексе. Ну, и игнорировать этого чертова шамана он не может, потому что Габышев способен лишить его ясна и аппетита шамана наложит. То есть, Путин постоянно будет думать, что шамана наложит проклятие, в которое эмоционально вложатся миллионы простых россиян и людей из других стран. И поэтому Путину страшно, он в это верит, и он этого боится. И вообще, я считаю, что, наверное, это можно было бы использовать и Украине, поскольку в Украине есть, как минимум, три лавры, да. Если там проводить всякие молебны, там, за упокой, например, Путина, я думаю, это его дико напугает, гораздо сильнее, чем какие-нибудь джавелины. Поэтому я предлагаю подумать над этим. Но там еще несколько мыслей на этот счет, я уже расскажу после перерыва. Сейчас у нас короткая пауза рекламы и новости. Заболожаем разговор. Еще раз номер прямого эфира, вайбер, точнее, прямого эфира 067-670-2057. Звонить сюда не надо, только пишите, потому что он не работает как телефон, но я с большим удовольствием читаю ваши смски вот в вайбере. И мне пишут, что за сказки о шамане? Поднял, рассказывай какие-то серьезные новости. Или, Иван, хватит шаманить, не кощунствуйте, не ерничайте, давайте по делу, а то вы ерунду несете, серьезный человек или чудак-помощник шамана. Я вам серьезно абсолютно говорю то, что вам кажется и мне кажется на самом деле как неверующий человеку сказками и какой-то фигней для Владимира Путина абсолютно серьезные вещи. Понимаете, вы не будете тратить реально миллиарды в условиях санкций на строительство какого-то подобия православного Ватикана, если вы в это все не верите. Это действительно работает. То есть для него это важно. И этим надо пользоваться. Тем более, что денег это не стоит за какие-нибудь молитвы или за какие-нибудь проклятия денег не берут. Это в общем все бесплатно. Поэтому я думаю, что подобного рода методы надо тоже использовать, поскольку война-то у нас гибридная как-никак. Вот почему бы и не пользоваться религиозными всякими штуками, поскольку они работают, как мы видим. Итак, помните, я даже не помню, я рассказывал или нет, про старца Илья, который является просто одним из самых могущественных людей в России из-за того, что он действительно консультирует по самым разным вопросам, включая кадровые высших российских начальников, начиная от губернатора и заканчивая президентом. То есть это реально очень-очень важно. Что касается колдуна этого шамана, к Москве он пешком подойдет в 21-м году по его собственным расчетам. Собственно, на это время он назначил смену власти в России, собирается он отправить Путина в ад в 21-м году. Кстати, демонами помельче, калибром он считает окружение Путина, он их тоже собирается кидать, скинуть в ад. Ну, как говорится, да пребудет с ним сила. Я ему желаю всяческих успехов в этом. Тут мне тут пишут, что Путина нет в живых, двойники правят вместо Путина. Честно говоря, думаю, что живой. Он просто обколотый ботоксом, поэтому он выглядит как-то странно. Что касается Путина недавно, кстати, он выступил тут недавно реально как демон, можно сказать. По его словам он выступал по поводу энергетики и набросился почему-то на возобновляемую энергию. То есть на солнечные и ветряные электростанции. Он объявил, что людям очень некомфортно, просто ужасно жить среди ветряных и солнечных электростанций, а при этом очень хорошо жить среди электростанций тепловых, где в огромных котлах, как вы знаете, кипит вода, где сжигают миллионы тонн угля, газа и мазута. Картина вполне себе инфернальная получается. При этом Путин, внимание, это тоже было очень странно, он заступился за червей. По его данным, червякам крайне неприятно жить в окрестностях ветряных генераторов, поскольку из-за вибрации они прям вылезают на поверхность. В общем, такой, знаете, повелитель червей, любитель адских котлов, горящих печей и всякого такого. Странный, конечно, персонаж. Кстати, тут он недавно был в Екатеринбурге, была тоже незабавная история. Там все заклеили, людям просто запрещали выходить на улицы, сгоняли с остановок автобусных и так далее. Путин навестил студентов местного университета. В 2.30 им сказали быть на месте, они пришли. Они пришли в 2 часа даже туда. А Путин опаздывал. И приехал он только в 7 часов вечера. Соответственно, эти студенты 5 часов, да, 5, по-моему, сидели там, в помещении Федеральная служба охраны не выпускала никого. И когда Путин пришел, люди начали падать в обмороке. Но все равно Путин никак не отрегивал. Сказал, да ладно, это ерунда, ничего страшного. В общем, ну и еще один интересный случай с ним же, с Владимиром Путиным. На днях Великобритании произошло. В супермаркете Элди к югу от Лондона какой-то там покупатель обнаружил стейк из говядины марки Агнус. Или порода Агнус. В виде лица Владимира Путина купить и зажарить лицо президента России можно было всего лишь за 3 фунтов стерлингов. Правда, тот самый человек, который обнаружил это лицо, действительно, он даже сделал фотографию. Очень похоже на Путина стейк. Но покупать он его не стал из-за каких-то суеверий. Может быть, уже, кстати, этот Габышев-шаман начал работать. Вот такие новости у нас из мира шаманизма. Еще раз повторяю, конечно, для нас это все может казаться шутками и несерьезным. Но на самом деле Путин в это верит и этим надо пользоваться. Всем надо пользоваться, если вы находитесь в состоянии войны любыми слабостями своего противника. Дальше поехали про Зеленского и диалог с Российской Федерацией. Как вы знаете, на неделе произошло, как мне кажется, довольно серьезное внешнеполитическое событие. Это самый несостоявшийся телемарафон между Киевом и Москвой, который пытались организовать телеканал News One со стороны Украины и телеканал Россия 1 со стороны России. Вы знаете, на мой взгляд, это такая прямо очень серьезная и очень хорошая торпеда, задумывалась как, для дестабилизации ситуации именно в Украине. Причем не во всей Украине, а именно в Киеве. Я думаю, что таких торпед будет еще немало, по той причине, что у Путина на самом деле практически не осталось каких-то других серьезных рычагов давления на Киев по ситуации в Ордло, то есть на Донбассе. Конечно, он может начать войну или что-то такое, но вернее не начать, начать более острую фазу войны. Но он уже на это не может без серьезных последствий для себя пойти, а таких рычагов, которые, знаете, воспользовался рычагом и тебе ничего за это не было, уже и не осталось. Вы знаете, последняя такая попытка была, как мне кажется, помните, была весной, был такой вброс со стороны Кремля об упрощенной процедуре раздачи российских паспортов жителям Донбасса. Так это все оказалось, конечно, блефом. По статистике самих же вот этих ДНРовцев, никому они практически не раздают, там несколько тысяч всего лишь человек получили эти паспорта, да и то все вот эти люди, это либо боевики, либо члены их семей, либо официальные коллаборанты. То есть люди, которые занимаются, работают в оккупационной администрации там. То есть обычным людям паспорта не раздают. Путин не хочет делать их россиянами и никогда, я думаю, и не сделает россиян. Это был блеф, попытка напугать, запугать украинские власти. Сейчас же, чего они добивались, тоже вбросом этим из Москвы, они хотели расшатать ситуацию в Киеве, чтобы с одной стороны люди требовали, то есть с одной стороны появились вот эти, знаете, защитники такие, кавычки открываются, свобода слова кавычки закрываются, которые говорят, да, нам нужен, прям необходим вот такой телемост. С другой стороны, чтобы повылезали разного рода радикалы, которые закидали бы там, не знаю, горящими шинами здания телеканала, которые вот этот телемост организовывают. Но все это, конечно, делалось с одной целью для дестабилизации ситуации в Украине, в Киеве главным образом, да. Поэтому, я думаю, такие активные мероприятия, то есть рассчитанные на расшатывание ситуации внутри Украины, будут еще не один раз повторяться и надо быть к этому активным. Кстати, мне кажется, ответ украинской стороны на вот этот раздражитель извне, еще раз, этот телемост не является украинской историей, это именно внешняя история. Это очень важно понимать. Он не здесь, эта идея родилась, она пришла оттуда. Так вот, мне кажется, ответ на вот этот внешний раздражитель был вполне себе адекватным. Ну, то есть его перевели так аккуратненько из эмоциональной, из такой идеологической плоскости в административно-юридическую. Начали выяснять, насколько это законно, а можно ли пускать телеканал «Россия-24» в украинский телеэфир, как выяснилось, нельзя. В общем, сделали эту историю юридической. Это очень правильно было сделано, как мне кажется. Ну, еще интересно, естественно, это предложение президента Зеленского встретиться и поговорить с Владимиром Путиным в присутствии западных лидеров. В первую очередь, конечно, речь идет о Дональде Трампе, Ангеле Меркель, Эммануэле Макроне, Терезе Мэй. Я думаю, такая встреча теоретически состояться может. И вот почему. Владимир Путин считает себя действительно самым великим политическим деятелем планеты. Его всякие иностранные журналы типа Time, Forbes и так далее много раз признавали человеком года, наиболее влиятельным человеком, человеком, обладающим самыми серьезными возможностями по изменению ситуации на планете и так далее. То есть он реально считает себя самым великим, самым разумным, просто гением дипломатии, а также мастером разных трюков, давления разных степеней и так далее. То есть он действительно уверен в своей дипломатической непобедимости, в том, что он всегда умеет пережать любого оппонента. И он верит на 100%, что одной просто левой разделается с этим несчастным, неопытным, смешным клоуном, который просто по недоразумению какому-то стал президентом страны, в существовании которой Путин, в общем, даже и не уверен. Он же, вот как я говорил выше, он Трампу сказал, что нет такой страны, как Украина. Дональд, да? То есть он считает не то, что Зеленского неравным себе, он считает его просто каким-то, знаете, ну, недоразумением, по большому счету. И поэтому я думаю, что Путин, у него будет очень большое искушение решить, наконец, вот такой встречей, таким диалогом, да, решить, наконец, вопрос вот этого Ордло, который, вопрос, который давно бесит, не дает ему покоя. Он хочет скинуть Ордло на своих условиях Украине, чтобы с него Запад снял большую часть санкций. С Крымом там как-то уже отдельно он хочет разбираться. Но вот главное, конечно, он хочет отдать назад под украинский суверенитет, но на своих условиях, естественно, оккупированную часть Донбасса. И он думает, я предполагаю, что он думает, что в принципе такой встречей он может, если не полностью решить вопрос, то существенным образом его приблизить к решению на своих условиях. Поэтому у него, конечно, будет другая сложность тут в присутствии западных лидеров. Ему так или иначе придется все-таки признать, что да, российские войска есть в Донбассе, и да, Крым был оккупирован просто военным путем, без всяких там референдумов, что это была просто военная операция по захвату части чужой территории. Я думаю, что в присутствии западных лидеров ему не хотелось бы как минимум это говорить, и скорее всего он будет мяться и стараться как-то избежать этой темы. Но в принципе, если такие переговоры состоятся и разговоры пойдут откровенные, то, конечно же, это признать придется, потому что иначе с ним просто никто не будет серьезно разговаривать. Но отказаться полностью от проведения переговоров такого рода Путин тоже не может, хотя, конечно, да, с западными лидерами ему не очень удобно, но все равно полностью отказаться тоже не может. Знаете почему? Потому что, во-первых, это будет, что называется, не по-пацански. У него как человека такого, знаете, как выросшего в подворотне, ему вот когда его берут на понт, ему хочется ответить. Особенно, когда, если его берет на понт какой-то дохляк, с его точки зрения, как он воспринимает Зеленского, да. То есть он хочет просто выйти, ему там щелбан дать, чтобы Зеленский улетел в другой конец комнаты. Ну, естественно, щелбан дать в дипломатический щелбан, а не в прямом смысле слова, потому что Зеленский в прямом смысле слова тоже, по-моему, он качается и может дать тоже щелбан. Это было бы, конечно, очень интересно, если бы они драться начали. Но, тем не менее, кроме того, отказ от подобной встречи был бы, знаете, со стороны Путина большим ударом по его собственному имиджу, по его собственному образу человека, который выступает за мир, за переговоры, за нормализацию отношений, за всякое такое. Потому что в его картине мира это Киев отказывается от диалога и Киев отказывается от мира, да. Поэтому он, конечно, хочет себя показать всегда, что он только миротворец, что он готов к переговорам и так далее. То есть, в принципе, я думаю, что он скорее согласится, чем откажется. Потому что Песков, кстати, уже Песков его пресс-секретарь сказал, что можем подумать, что Кремль рассматривает возможность проведения таких переговоров в таком формате. И тут есть один еще один важный момент. Помните, Зеленский в свое время, когда шла предвыборная кампания, он предложил примерно в таком же стиле новый формат публичных переговоров, то есть дебатов тогдашнему президенту Порошенко. И тот, уверенный в своей силе, быстро согласился, сказал, да-да-да, давай приведем дебаты. И там, прямо на этих дебатах, он пропустил несколько очень мощных ударов. Выглядел, в общем, не очень убедительно, слабо и иногда даже жалко. И тогда, мне кажется, вот после этих дебатов всем стало окончательно ясно, что выбор Порошенко проиграл. Я думаю, что сейчас, если Зеленский сможет дожать эту ситуацию стадион так стадион, и она повторится, но уже не с Порошенко, а с Путиным, да, то у Украины, как страны, будут все шансы провернуть ту же операцию. Но уже, ты знаете, с таким высокомерным, занощевым, наглым президентом Путиным, который абсолютно уверен в своей гениальности, но на самом деле является, конечно, серостью и посредственностью. Так что я думаю, что вот тут есть украинским дипломатам о чем подумать, и самому Зеленскому, я думаю, стоило бы напоминать об этой своей инициативе. Говорит, что все, надо переговоры проводить, что Лукашенко, если вы не помните, предложил провести эти переговоры в Минске, что Лукашенко уже согласен, что европейцы и Трамп не против. Я, кстати, думаю, что они действительно будут не против, потому что они очень-очень хотят прекратить это противостояние в Донбассе. И важно вытащить в этом смысле Путина на свет Божий и показать при свидетелях, что вот они российские войска, чтобы он признал это уже наконец, чтобы санкции не отменяли. Потому что, знаете, я думаю, там еще Зеленскому надо будет сказать, что, знаете, пока российские войска не уйдут из Донбасса и из Крыма, мы назад ничего принимать не будем, поэтому давайте вывозите войска, а потом уже только будем говорить. И еще важно, конечно, Путин пока находится у власти, вернуть Крым и Донбасс в Украину не получится. Я думаю, что неважно, как будет имя или фамилия президента, пока Путин там у власти в России, поэтому нет, победы мира окончательно не будет. Самое лучшее, что можно добиться, это стабильного прекращения огня. Поэтому главная задача сейчас, как я бы сказал, сделать все возможное, чтобы Запад не снимал с России санкции, чтобы не ослаблял давление на Россию. В этом смысле такого результата многосторонней встречи в предложенном Зеленском формате, я думаю, добиться все-таки можно. Дальше поговорим о Лондоне против Вашингтона, но это уже в следующей части, сейчас он впервые. Между США и Великобританией в эти дни продолжается очень серьезный дипломатический скандал, в центре которого оказался посол Соединенного Королевства Великобритании, сэр Кин Деррич. Что произошло? Газета Mail on Sunday напечатала на прошлой неделе, в воскресенье, напечатала дипломатические дипеши, направлявшиеся сэром Кимом из Вашингтона в Лондон, в правительство Великобритании, в которых он называл Дональда Трампа бестолковым, ни на что не способным, а также излучающим неуверенность в себе лидером. Ну и так далее, тому подобное. Много всяких неприятных слов сказал о Трампе, при этом, конечно, как английский лорд был достаточно корректным, я бы сказал, я бы о Трампе отзывался гораздо менее прилично. Но, тем не менее, произошел скандал, поскольку дипломатическая почта оказалась во всеобщем доступе, и это не есть хорошо. Что сказал Трамп, естественно, узнал об этом, стал обзывать посла всякими нехорошими словами. Он тоже сказал, что посол дурак, что никому не нужный, никогда никому не нравился, и вообще работать с ним в Вашингтоне никто не собираться не хочет. И так далее. Британское правительство оказалось в очень неудобной ситуации. Смотрите, с одной стороны, конечно, ну как сделать так, чтобы посол, который в пух и прах разругался с лидером страны, в которой он работает, дальше продолжал работу. Очень сложно, потому что Трамп уже дал понять, что он не намерен сотрудничать с этим, значит, сэром Кимом Дерчем. Поэтому, с одной стороны, получается, что правительство Великобритании должно просто взять и уволить этого дипломата, поскольку он не обладает возможностью работать больше в Вашингтоне. Но этого делать нельзя по одной простой причине. Если вы это сделаете, то вы дадите всем остальным дипломатам очень неправильный сигнал. Они поймут, что не должны быть честными в своих оценках людей и событий, происходящих в странах их пребывания. Они поймут, что, ага, если я буду честным и все буду правильно, вот прям говорить как на духу, то кто-то где-то перехватит мои сообщения и меня выкинут просто со службы. Поэтому лучше я буду немножко приукрашивать реальность и говорить не полный идиот, да, там, скажем, президент страны, в которой я работаю, а человек с альтернативным видением реальности, например, как-нибудь так. Это уже не так обидно звучит и, в общем, нет вероятности того, что тебя выкинут с работы, если вдруг где-то всплывет твоя переписка. Но для государственной безопасности просто, для того, чтобы адекватно воспринималась ситуация в мире, Министерством иностранных дел прежде всего, да, это никуда не годится, такого быть не может. Поэтому наказывать посла за резкие отзывы о Трампе нельзя ни в коем случае было, потому что в конце концов он кадровый дипломат, он очень хорошо знал свою работу, то есть он очень хороший дипломат этот, господин Дерч. То есть наказывать его нельзя, с другой стороны оставить его в Вашингтоне тоже нельзя, потому что, ну, слушайте, ну как он будет работать с Трампом, который его ненавидит. В результате британцы, премьер-министр, пока еще действующий в Великобритании Тереза Мэй, она, как всегда, попыталась, знаете, так, между струйками проскользнуть и сказала, что мы, конечно же, мы осуждаем утечку. Она сказала, что утечка это очень плохо, мы извиняемся перед американцами за эту утечку, хотя непонятно, почему они перед американцами извиняются, ведь утекло не между американцами и ими, а просто между послом и Лондоном. Но за содержание доклада, депеш вот этих, да, Мэй отказалась извиняться, она сказала, нет, содержание так и должно быть, дипломат имеет право на собственное мнение. То есть, в принципе, она правильно сказала, но Трамп после этого, после этого заявления, после отказа Мэй извиняться, он вообще осатанил, сказал, что Мэй, ну, Мэй досталась очень сильно, он ее обозвал тоже целой кучей нехороших слов и похвалил, порадовался, что британцам очень повезло, что через две недели она, то есть Тереза Мэй заканчивает работу в качестве премьер-министра, он понадеялся, что следующий премьер-министр будет гораздо лучше. Борис Джонсон, видимо, будет следующим премьер-министром, и у него фактически не осталось возможности других хоть как-то вернуть, вернее, разрешить этот конфликт, кроме как попросить у этого посла, у этого Кима Деррича уволиться самому. Собственно, он это и сделал, и сегодня вот только что буквально стало известно, что посол Великобритании в США Ким Деррич попросил об отставке, то есть, по сути дела, он покидает свой пост, и под давлением Дональда Трампа. Это очень-очень-очень плохо, потому что негативный сигнал дипломатам британским все равно отправлен, то есть, бойтесь, ребята, вы находитесь под прицелом, и ваше любое неаккуратное слово, ваше честное слово, в первую очередь, может стоить вам карьеры и лишить вас должности. Это ужасно просто нехорошо, и я считаю, что, может быть, даже стоило пожертвовать, наверное, не очень хорошими отношениями с Дональдом Трампом, но не ставить под угрозу институт британской дипломатии, потому что сейчас британская дипломатия как институт пострадала сильнее, чем, собственно, отношения США и Великобритании. Но тут в этой всей истории, мне кажется, абсолютно важным, знаете что, так интересно сложилось, что утечка, непонятно откуда, непонятно кем сделана, даже она как бы не особо рассматривается, источник происхождения ее, знаете почему? Потому что британцы реально ненавидят Трампа, они просто терпеть его не могут, начиная, вот, как мы видим, от посла и премьер-министра до самого последнего британца. Так вот, все они терпеть не могут Трампа, считают его заносчивым, наглым, тупым, вредным, нехорошим, некрасивым и так далее. Поэтому, когда появились сообщения о том, что, ха-ха, наш посол обзывает Трампа вот такими вот словами, все обрадовались, не расстроились, а обрадовались, потому что это действительно он такой, так его и надо, и правильно его так вот макнуть его головой туда, куда вы сами понимаете, куда. И, в общем, все были как бы не против. Поэтому расследование источника утечки фактически не проводилось, да. А тут, мне кажется, самое интересное, знаете почему? Потому что есть у меня такое подозрение, что тут не оброшлось без усилий доблестных спецслужб Российской Федерации. И вот почему. Потому что напечатана статья об этих утечках была в газете Mail on Sunday, то есть это как бы типа воскресное издание Daily Mail. В этой газете работает женщина-журналистка под названием Изабель Оукшот. Вот она, собственно, была автором этой статьи. И она, эта женщина, очень сильно связана по работе и вообще по убеждениям, по совместному, как коллега, единомышленница и, можно сказать, соратница господина Эрона Бэнкса. Это такой английский миллионер, мультимиллионер, главный спонсор компании по отделению, по выходу Великобритании из Европейского Союза. То есть он главный спонсор Brexit, если так можно выразиться. И вот эта Изабель Оукшот, она его, так сказать, миньон такой была в прессе, обеспечила ему прессу в Daily Mail. Вот они вдвоем, ну как бы не знаю, там еще больше, конечно, людей, но они вдвоем, такая команда у них была по выбиванию Великобритании из Европейского Союза. Интересная такая штука. Господин Эрон Бэнкс, его в британской прессе почти, в общем, не стесняясь, называют чуть ли не сотрудником, не агентом российских спецслужб, потому что все время ставятся под сомнение источники происхождения его денег, особенно тех денег, которые он жертвовал на Brexit. И тут сильно ему в этом помогает его жена, которую зовут Екатерина Подерина. Женщина эта родом с Урала. Она в молодости оказалась в Великобритании, ее пытались выслать, но не выслать, непонятно, каким образом она вообще осталась, закрепилась, зацепилась за Великобританию. И в Великобритании вышла замуж за, собственно, этого Эрона Бэнкса. Кто она такая, чем она занимается, кто ей деньги платит, в общем, не очень понятно. Но в Великобритании, подмигивая, так знаете, друг другу, имеется в виду, что вполне вероятно, она является, если не сотрудницей, то агентом российских спецслужб. Так вот, вот эта компания, вот эта Изабель Оукшот, журналистка, ненавидница Европейского Союза, Эрон Бэнкс, главный спонсор Brexit, и его жена Екатерина Подерина, родом с Урала, замечательная русская женщина. Вот они втроем, собственно, организовали, по сути дела, как я предполагаю, это мое личное мнение, организовали вот эту вот утечку в прессу депеш английского посла в Лондон. Вопрос, а где они взяли эти депеши, да, то есть их же так просто, как говорится, на рынке не купишь, это ж надо какие-то специальные средства и методы использовать для того, чтобы докопаться до этих депеш, это ж надо, это ж серьезное мероприятие. И вот тут, мне кажется, и вступают в силу, вступают в действия сотрудники российских спецслужб, которых в Лондоне, как известно, там полным полу, хоть пруд пруди их, просто они кишат там, кишмят, и в Лондоне, и в Вашингтоне. Поэтому я думаю, что кто-то из них раздобыл вот эти вот, раздобыл эти депеши. Эти депеши потом так или иначе передали Бэнксу или его жене, а уже оттуда они попали в Daily Mail и Mail on Sunday. Таким образом, одной единственной публикации в британской прессе, ну, во-первых, была разорвана в клочья карьера британского лорда, вот этого посла, да. Во-вторых, был нанесен огромный удар по институту британской дипломатии, то есть всем британским дипломатам дали понять, что за вами наблюдают, вы должны держать язык за зубами и не пытаться даже честно общаться с собственным, блин, правительством. Да, это второй и третий, был нанесен серьезный удар по американо-британским отношениям. А это, знаете ли, союз, которому много-много лет, десятилетий веков, да. Это союз, который, в общем-то, считается таким, ну, как, в прямом смысле слова, нерушимым. И тут, вы знаете, подорвать вот такой союз, это надо уметь. И вот одной единственной публикацией в британской прессе, это по этому союзу был нанесен серьезный удар. Понимаете, вот такими методами, такими методами, я думаю, что Россия сейчас и будет действовать на международной арене. То есть будут все время всплывать там и сям и разного рода какие-то непонятные депеши, какие-то сообщения, которые будут так или иначе компрометировать страны Запада друг перед другом. Кто-то кого-то не так назвал, кто-то кому-то что-то не дал или наоборот дал и так далее. И в результате будет сеяться вот это взаимное недоверие и хаос внутри, внутри, собственно, западного мира, внутри западной цивилизации. Мне кажется, это вот очень опасно и по-хорошему сейчас британцы и американцы вместе должны были бы найти человека, который оказался источником слива этой всей информации, источником этой утечки. А вовсе не выяснять, кто там как кого назвал. Ну да, для дипломата реально важно называть вещи своими именами. Если он думает, что кто-то дурак, он так и должен называть этого человека дураком. И это надо понимать, в том числе и Трампу надо понимать, потому что он уже должен понимать, что если он сейчас начнет наезжать на чужих дипломатов, то и его собственные дипломаты начнут ему врать в конце концов. Нельзя настолько сильно, в общем, подрывать институты, даже чужие, пускай в чужой стране, он все равно союзная страна. Это все равно важнее, чем личное к тебе отношение какого-то там мужика, даже если это британский посол. В общем, эта история вся очень дорого стоила Великобритании, в первую очередь. Конечно, тем более, что там еще непонятно, что с Брэкси там делалось. Сейчас Борис Джонсон будет премьером и непонятно куда, что, как. В общем, это все настолько дорого и настолько болезненно оказалось для Великобритании и для ее отношения с США, и настолько там изо всех щелей торчат российские уши, что я почти не забываю, что это российская история. Ну, по крайней мере, с тем или иным участием Российской Федерации. Ну, и еще что я хочу вам сказать. По моим наблюдениям, и не только по моим наблюдениям, про все-таки хочу рассказать много о изменении климата. Этот июнь стал совершенно страшным по температуре. Температура скачет со страшной силы туда-сюда вверх-вниз. Но июнь стал самым горячим, самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на нашей планете. А это, знаете, сто с лишним лет, учитывая то, что до начала наблюдений, в общем, погода была холоднее, то есть климат был более холодным. Я думаю, такие температуры, как сейчас, были во времена динозавров или черт знает когда, мы даже не помним когда. Это очень плохо, потому что крайне быстро тают ледники как на северном, так и на южном поле. Это сокращает альбедо нашей планеты, способность нашей планеты отражать тепло и свет в окружающий нас космос. И это все может плохо для нас. То есть не может, она для нас тоже точно плохо закончится. В связи с чем? Кстати, вы знаете, что тоже какие-то погодные явления происходят непонятно. В Карпатах снег вроде как выпал. В Дагестане, в России выпал снег. Я понимаю, что горы и все такое, но все равно, там снег должен выпадать в октябре, в ноябре, а не в июле. Это неправильно то, что сейчас происходит. Дальше. Я хочу сказать, что НАСА, Национальное агентство по аэронавтике и изучению космоса США, составило список из 12 беспилотных миссий на Луну, которые туда полетят в ближайшие годы. Начнется это все дело в 2021 году. Скорее всего, будут для этого использоваться частные компании. Что туда полетит? К 2024 году туда планируют вернуть человека, это будет женщина. Так вот, туда уже должно быть доставлено много всего интересного. А именно, три разные версии спускаемого аппарата. Их делают, причем стартапы, не сами, не сами НАСА, а стартапы делают. Потом пять миссий с разного рода оборудованиями, которые надо протестировать в лунных условиях. И еще семь миссий с техникой, которая займется изучением самой, собственно, Луны, всего того, что там есть. Что будут тестировать? Тестировать будут камеры, видеокамеры, будут компьютеры, переносящие радиацию, потому что на Луне там радиация серьезная от Солнца. А также много всяких аппаратов для изучения реголита. Кроме всего прочего, будет изучаться, собственно, диалоги Луны. И если все будет окей, то уже в 2028 году там появится первая постоянно действующая лунная база. И мы все, ну или лучшие из нас, могут туда уехать, когда наша планета окончательно погибнет от перегрева. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковин. Да пребудет с вами сила. Пока-пока. Радио НВ